Здравствуйте, я Джон Хегерин, квантовый физик и учитель программы трансцендентальной медитации. Добро пожаловать на вводную лекцию по трансцендентальной медитации. Что же такое медитация? Способ расслабления? Техника оздоровления, дающая жизненную силу и долголетие? Средство ли это для развития творческого мышления, повышения IQ и использования полного умственного потенциала? Или это путь обрести мир внутри себя и просветление? И как мы сейчас увидим, медитация есть всё это и даже больше. Чтобы понять, что такое медитация и сознание, нам необходимо иметь некоторое представление о физической Вселенной. За последние 50 лет современная наука исследовала глубокие уровни физического мира. Современная наука изучила наиболее фундаментальные уровни функционирования природы. От поверхностного уровня микроскопической физики, видимых объектов, окружающих нас, до миромолекулярных, атомных, ядерных и субъядерных уровней функционирования природы, как показано на этом плакате. Эта таблица раскрывает иерархическую структуру законов природы, от поверхностного многообразия до фундаментального единства, изображенного в нижней части этой схемы. Как обнаружила современная физика, чем более глубокие уровни функционирования природы мы рассматриваем, тем больше единства мы замечаем. Четыре силы природы глубоко в ядре атома становятся тремя, двумя, и, наконец, одним, единым полем всех законов природы, изображенным в нижней части этой схемы. Это открытие единого поля современной наукой является осуществлением мечты всей жизни Эйнштейна, открытия единого источника всего разнообразия Вселенной. Современная наука открыла, что это единое поле, одно универсальное поле разума, лежит в основе всех форм и явлений во Вселенной. Благодаря этому глубокому изысканию современной науки медитацию можно правильно понимать и правильно практиковать. Это систематическая техника переживания на собственном опыте более глубоких уровней ума, более тонких уровней мысли, исследования более глубоких уровней разума человека. И эти более глубокие уровни разума человека, показанные справа на этой схеме, соответствуют непосредственному опыту более глубоких уровней разума в природе. Это течение сознания внутрь быстро превращается в непосредственный опыт единого поля в нижней части этой схемы, наипростейшее состояние человеческого сознания, наиболее максимально расширенное состояние человеческого сознания. Таково состояние в медитации. Этот опыт единого поля является четвёртым особым состоянием сознания, отличающимся от состояния бодрствования, сновидений и глубокого сна. И это четвёртое состояние сознания обладает незаменимым влиянием на здоровье, развитие ума и фактически на все области нашей жизни. Начнём, например, с области здоровья. Состояние в медитации характеризуется состоянием глубокого отдыха в физиологии, намного глубже, чем во время сна. Во время этого глубокого отдыха в медитации происходит глубокое обновление и восстановление физиологии, благодаря которому могут предотвращаться и исцеляться заболевания. На этом плакане, к примеру, показано обширное исследование 1 из 600 по глубокой пользе трансцендентальной медитации в области здоровья. Эта схема показывает все основные категории заболеваний и то, как занятия трансцендентальной медитацией дважды в день существенно сокращают возникновение всех основных категорий заболеваний, включая, например, снижение на 87% заболеваний сердца и такое же значительное снижение заболеваний раком. На 93% снижаются заболевания нервной системы и так далее. Вот такие удивительные улучшения в области здоровья, благодаря глубокому отдыху в медитации. Я полагаю, мы увидим, какой широкий диапазон благотворного влияния на здоровье подтвержден научными исследованиями по трансцендентальной медитации, посмотрев на следующую схему, которая показывает уменьшение стресса посредством ТМ. Из всех разнообразных средств снижения стресса, а как известно, большинство заболеваний появляются в результате стресса, доказано, что программа трансцендентальной медитации является наиболее эффективной. Это очень важное исследование одной из 146 ранее опубликованных исследований по снижению стресса благодаря медитации и расслаблению. В верхней части схемы показано снижение стресса посредством трансцендентальной медитации в сравнении с двумя другими техниками релаксации, включая так называемую технику расслабленной реакции, и другими техниками медитации, включая постепенное расслабление мышц, так называемый биоотзыв, и медитации с мантрами. И показано, что трансцендентальная медитация значительно более эффективна в снижении стресса и пагубного влияния стресса на здоровье, чем любая другая техника медитации для релаксации из когда-либо изучаемых современной наукой. Одним из важных побочных эффектов снижения стресса является уменьшение влияния на жизнь и здоровье вредных привычек, к примеру, курение. Трансцендентальная медитация оказывается крайне эффективным, научно доказанным средством, сокращающим потребность курения, как показано на этой схеме. При обучении программе трансцендентальной медитации значительно снижается потребление сигарет и никотинозависимость по сравнению с любыми другими изученными методами, включая фармакологический подход. И это очень важно, так как, когда вы обучаетесь трансцендентальной медитации, учитель не ведет себя как тренер, убеждающий вас бросить курение. Прекращение курения – это спонтанный результат снижения стресса, вызывающего потребность в курении. Возможно, наиболее важным в области здоровья, где трансцендентальная медитация оказалась крайне эффективной, явилось улучшение работы сердца и снижение, к примеру, высокого кровяного давления, являющегося ведущим фактором риска заболевания сердца, убийцей номер один во всем мире. Это исследование, к примеру, опубликованное в научном журнале Hypertension, это одно из многих исследований по снижению кровяного давления посредством трансцендентальной медитации. Здесь трансцендентальная медитация, показанная зеленым цветом, сравнивается с простым отдыхом с закрытыми глазами и так называемым постепенным расслаблением мышц. Отсюда видно, что трансцендентальная медитация в высшей степени эффективна в снижении высокого кровяного давления за три месяца по сравнению с другими техниками медитации. Фактически, она даже более эффективна, чем сильнодействующие лекарства без серьезного побочного эффекта от сильнодействующих препаратов и без расходов на сильнодействующие препараты, от которых зависит существование. Давайте рассмотрим то, что называется современной малей, эпидемией нашего века, так называемый метаболический синдром. Метаболический синдром – это сочетание ведущих факторов риска высокого артериального давления, диабета и ожирения. Эти тенденции доминируют в обществе даже среди молодежи в наше время, поэтому медицина искала способ лечения этого букета факторов риска под названием метаболический синдром и, наконец, открыла трансцендентальную медитацию. Это очень важное исследование, опубликованное прошлым летом Американской ассоциацией медицины, журнале «Архивы терапии», показывает крайне значительное снижение всех этих факторов риска – диабета, высокого кровяного давления и ожирения. А эти факторы риска указывают на очень негативные прогнозы в области здоровья, особенно если они развиваются у молодых и прогрессируют по всему миру, и, возможно, более всего в Соединенных Штатах. Было бы поразительно найти одно простое средство, не фармакологическое, которое может излечивать все факторы риска. И трансцендентальная медитация – это как раз тот единственный метод, который, как мы видим, может сделать это. Кроме этого, конечно, сейчас существуют так называемые хронические заболевания. Хроническими заболеваниями страдают более 100 миллионов американцев. Более половины американцев в возрасте старше 40 лет страдают какими-либо формами хронических заболеваний. Мы говорили о диабете высокого давления, но эта таблица также показывает эффективность трансцендентальной медитации и снижение заболеваний артритом. И это же касается бронхита, головной боли и многих других хронических заболеваний. Хронические заболевания – это заболевания, от которых современная медицина не может предложить метод лечения, а этими заболеваниями страдает половина людей в Соединенных Штатах. И теперь все эти люди могут получить не только облегчение посредством трансцендентальной медитации, но и омолаживающий эффект благодаря глубокому отдыху, достигаемому во время трансцендентальной медитации. Наконец, в области здоровья интересно отметить, что все эффекты, произведемые ТМ на физиологию и ум, противоположны процессу старения. Например, здесь мы видим снижение кровяного давления, улучшение слухового порога восприятия, улучшение зрения, повышение эффективности работы сердечно-сосудистой системы, снижение восприимчивости к стрессу, улучшение способности к обучению, памяти, творческого мышления, умственных способностей и так далее. И это благодаря трансцендентальной медитации происходит обратный эффект или обращение вспять процесса старения. Поэтому трансцендентальную медитацию по праву можно назвать совершенной антивозрастной программой. И интересно, что у людей, практикующих трансцендентальную медитацию в течение пяти лет или более, биологический возраст на 12 лет моложе, чем хронологический. Поэтому это очень, очень существенный подход к увеличению жизнеспособности, здоровья и долголетия. Но, возможно, более важно, особенно для меня как преподавателя, эффект ТМ на развитие мозга, на развитие полного потенциала ума. В конце концов, программа трансцендентальной медитации это умственная техника. И вся огромная польза, которую она приносит в области здоровья, является лишь сопутствующим физиологическим эффектом, отражающим глубокий умственный процесс. Как мы уже сказали, и эта схема напоминает нам еще раз, что трансцендентальная медитация — это систематическая техника, посредством которой единое поле переживается на собственном опыте в наиболее расширенном и успокоенном состоянии сознания. Это четвертое состояние сознания, которое имеет свои собственные физиологические и психологические характеристики. Можно проследить функционирование головного мозга во время трансцендентальной медитации благодаря этому волонтеру в классной шапочке рядом с ведущим ученым в области исследования головного мозга Фредом Трейверсом, наблюдающим электрическую активность мозга во время трансцендентальной медитации, которая называется электроэнцефалограмма. Во время сканирования ЭЭГ или снятия электроэнцефалограммы электроды подсоединяются к этой шапочке, чтобы измерить так называемую залповую активность нейронов в разных частях мозга. В передней, задней, правой и левой долях мозга, а также наблюдать за работой всего мозга в целом. Наблюдение мозга таким образом и фиксирование электрических импульсов показано на этой схеме, которая изписана множеством неровных линий, движущихся по листу, и просто фиксирующих залповую активность нейронов, электрическую активность мозга в различных его отделах. Передняя доля мозга показана наверху графика, центральная доля мозга показана посередине графика, и задняя часть мозга показана внизу графика. И компьютерный анализ помогает нам понять эту сложную ЭЭГ. Если сравнить ЭЭГ медитирующего и немедитирующего, можно видеть разительную разницу, показанную здесь. Здесь, слева, мы видим мозг немедитирующего в нормальном возбужденном состоянии сознания. На обеих схемах верхняя часть мозга показана в верхней части, и в передней части мозга в нижней части схемы. На поверхности головы мы видим электроды в виде кружков и соединяющие некоторые из этих электродов линии. Эти линии важны. Они показывают координацию или взаимосвязь между соседними участками мозга. Они показывают, что электрическая активность мозга, залповая активность нейронов, проявляется согласованно, интегрированным гармоничным образом. Но в обычном бодрствующем состоянии сознания, как показано здесь, конкретность в такой степени не проявляется. Вместо этого справа мы видим того же субъекта три месяца спустя во время занятий программой трансценитальной медитации. И что мы видим, что сейчас весь мозг полностью скоординирован. Это глубоко интегрированный мозг, в котором электрическая активность всего мозга теперь согласована, когда левое полушарие мозга и правое полушарие мозга, и полностью весь мозг функционирует высокоинтегрированным и согласованным образом во время медитации. Это очень мощный прорыв в образовании, так как наука показывает, что такое упорядоченное функционирование мозга, такая глобальная когерентность ЭЭГ научно связана с улучшением творческого мышления, повышением уровня интеллекта или IQ, улучшением памяти или способностью усваивать знания, повышением моральных качеств, улучшением психической стабильности и эмоциональной зрелости, обострением бдительности и хорошей реакции. Другими словами, все лучшие качества для развития мозга зависят от его упорядоченного функционирования. И теперь, благодаря трансцендентальной медитации, мы можем напрямую увеличить упорядоченность функционирования мозга у детей или у взрослых любого возраста. И наряду с этим мы видим увеличение IQ творческого мышления, систематического развития всего человеческого потенциала. Например, следующее исследование, одно из многих, которое проводилось со студентами университета, показывает, что IQ или интеллект неограниченно возрастает год от года у студентов, которые практикуют трансцендентальную медитацию. Это совершенно необычно, так как предыдущие наблюдения в отношении умственного потенциала показали, что развитие интеллекта замирает. И если у студентов он не развивается, то тем более не развивается у взрослых. И даже наоборот, у взрослых наблюдается снижение. Но в результате занятий трансцендентальной медитации, как показано на схеме, мы видим систематичное, долговременное развитие интеллекта у студентов и взрослых любого возраста. Поэтому это совершенно необычное явление. Но теперь мы понимаем, что мозг чрезвычайно восприимчив к знанию, чрезвычайно пластичен, что мозг способен создавать новые связи и познавать фундаментально новые вещи в любом возрасте в течение всей жизни. Но проблема мозга в том, как говорится, что мы его либо используем, либо теряем. И не существует ничего подобного медитативному состоянию, что могло бы так же задействовать весь мозг или создать полную согласованность ЭЭГ, как мы уже это видели. Изучение физики, например, или математики, литературы, музыки или искусства задействует только крошечные уголки мозга, но ничто в области образования не приводит в действие весь потенциал мозга и не развивает его целостно. Только медитативное состояние задействует и систематически развивает целостность мозга. И в этом заключается истинное и наивысшее назначение любого образования — развитие полного потенциала человека. И что происходит в отсутствии этого опыта целостности, при отсутствии такого медитативного состояния? Большая часть мозга начинает атрофироваться. И в частности, вы видите образование функциональных дыр в мозгу. Мне бы хотелось показать очень интересную схему здесь, на которой вы видите так называемый нормальный мозг слева на этом плакате. И если обратить внимание на движение крови в мозге, мы увидим равномерное распределение потока крови на левом изображении. Справа мы видим мозг человека, склонного к насилию. И мы видим, что в основном мозг полон дыр. На самом деле нет никаких дыр в сером веществе мозга. Это так называемые функциональные дыры. Это части мозга, которые обычно не участвуют в работе мозга. Таков результат отсутствия переживания целостного опыта, который мог бы задействовать весь потенциал мозга. В частности, мы также видим скопление этих функциональных дыр в верхней части схемы, изображенного справа мозга. И это кора предлобного участка головного мозга. И это так называемый высший мозг, отвечающий за все наши высшие человеческие качества. Моральную зрелость, планирование, рассудительность, способность отслеживать последствия наших действий. Все эти качества составляют наш высший мозг. И когда высший мозг не может развиваться должным образом или полон функциональных дыр, человек не ведет себя как зрелый человек. Этот участок, кора лобной доли головного мозга, также называемый генеральным директором, командной частью мозга, развивается в возрасте от 12 до 25 лет. А если он не развивается до 25 лет, то он остается неразвитым до конца жизни. К сожалению, та стрессовая ситуация, которая распространена в сегодняшних школах, в особенности в городах, теперь охватила весь мир. Под давлением стресса кора лобной доли головного мозга закрывается, а в результате хронического стресса она остается закрытой постоянно. Она не может развиваться должным образом. При стрессовой ситуации кора лобной доли головного мозга закрывается, потому что под воздействием стресса или конфликтной ситуации, когда кто-то выводит вас в сравновесие, вам приходится сдерживаться и сдерживаться инстинктивно. Нет времени философствовать по этому поводу. Но, к сожалению, при хроническом стрессе предлобный участок головного мозга постоянно закрыт. Он не развивается должным образом, а эта задержка крайне важна в развитии. Это значит, что высшие функции человеческого развития, такие как принятие решения, способность планировать, глубина суждений, моральные качества, не развиваются должным образом, и в результате эта недоразвитость доминирует. И мы можем честно сказать, что мы живем в недоразвитом обществе, полном агрессии, недальновидного и ограниченного поведения. Мы ограничены мозгом, неразвитым должным образом. Поэтому трансцендитальная медитация важна и для образования, и для жизни, потому что она развивает весь мозг в целом и устраняет функциональные дыры двумя фундаментальными методами. Первое – это эффективное снижение стресса и его пагубного влияния на функционирование мозга. И второе – она действительно приводит в действие кору предлобного участка головного мозга и связывает предлобный участок со всем мозгом, чтобы высший мозг или исполнительный центр мозга мог осуществлять контроль за привитивным мозгом, привнося зрелое, предсказуемое поведение. И, наконец, программа трансцендитальной медитации, опять-таки, это техника для непосредственного переживания единого поля, для развития полного потенциала человека и высших состояний сознания или просветления. Как напоминает нам эта схема, опыт единого поля, показанный в нижней части таблицы, это максимально расширенное человеческое сознание. Это расширенное состояние сознания благодаря целостному функционированию мозга и благодаря медитации является самым всеобъемлющим состоянием сознания, как мы называем его всемирным гражданством. Это означает способность охватывать огромный диапазон далеко идущих влияний наших действий для того, чтобы мы думали и действовали более глобальным образом, с максимальным жизнеподдерживающим влиянием для нас самих, для всего общества и для окружающей среды, и в которой мы живем. Такое целостное функционирование мозга называется просветлением. И это также означает, как показано на этой схеме, что фундаментальное единство жизни, лежащее в основе ума и материи, становится все более и более знакомым нам. А когда единство жизни становится все более и более знакомым, тогда единство жизни и единство человечества становятся более живой реальностью в повседневной жизни. Мы начинаем принимать других, как самих себя. Все становится таким же близким и дорогим нам, как мы сами. Способность любить максимально. Представьте эффект от личных взаимоотношений, когда способность любить постоянно растет, и когда все так же близко и дорого нам, как мы сами. Это основа идеальных личностных взаимоотношений в гармоничном и мирном обществе. Итак, позвольте мне подвести итог этому короткому знакомству с трансцендентальной медитацией. Трансцендентальная медитация — это наиболее распространенная, глубоко исследованная и широко предписываемая врачами техника медитации всех существующих в современном мире. Она имеет глубокое научно доказанное, благотворное влияние на здоровье, жизненную силу и такую необходимую нам продолжительность жизни. Она способствует согласованному функционированию головного мозга, улучшению творческого мышления, IQ и максимальной эффективности мозга. И долговременные занятия техникой трансцендентальной медитации развивают просветление, целостное функционирование головного мозга, которое приносит эволюционное поведение, как мы говорим, всемирное гражданство, наряду с внутренним миром, единством и гармонией в обществе. Я искренне верю, что все вы воспользуетесь этой возможностью обучиться программе трансцендентальной медитации. Большое спасибо.